Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте! Вот темы, которые мы обсудим сегодня. Некоммерческие организации. История успеха. Цифра дня. 12 миллионов рублей. Такую сумму получил руководитель Ульяновского НКО за победу в федеральном конкурсе фонда президентских грантов. А первое интервью о взаимоотношении собственников многоквартирных домов с компаниями, которые в доме обеспечивают связь. Актуальное интервью. Итак, наши первые темы ЖКХ. И наш первый собеседник Геннадий Антонцев. Советник председателя правительства на общественных началах по вопросам ЖКХ. Также он председатель президиума областного коррекционного совета собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области. Этот совет, который объединяет старших по домам, решает важные и актуальные для собственников вопросы. Так, на последнем заседании обсуждали взаимоотношения собственников с теми компаниями, которые предоставляют услуги связи. Например, интернет. Ну да, в последнее время это самая востребованная услуга. Казалось бы, все достаточно просто и привычно. Далеко не первый год, наверное, уже каждая квартира провела провода для интернета к своей входной двери. Но не тут-то было. Между собственниками и провайдерами словно пробежала черная кошка. Виной всему новый законопроект, который ни с того ни с сего ущемляет права собственников в пользу как раз провайдеров. Геннадий Антонцев все объяснит. В наших подъездах кабели связи, ту часть работы провайдеров, которую мы видим, в большинстве подъездов расположены крайне безобразно. Они висят бирляндами, они висят узлами. Для того, чтобы нам предоставить услуги интернета, провайдеры конкурируют. И очень часто в одном доме до семи провайдеров есть. И каждый из них пытается использовать свои собственные трубостойки для того, чтобы довести интернет-кабель до конкретной квартиры. И еще одним одним поводом для того, чтобы мы встречались, был законопроект. Вокруг него идет большая битва. Это его, условно говоря, называют законопроектом о провайдерах. Внес этот закон в комитет по информационной безопасности Государственной Думы. Его в Хейнштейн возглавляет комитет. Суть поправок, которые они предлагают в жилищный код, заключается в следующем. Значит, предлагается провайдерам предоставить беспрепятственный доступ в многоквартирные дома. И при этом у собственников забрать право или возможность получать какую-то денежку с того, что провайдер размещает свое оборудование в целях извлечения прибыли, естественно, в нашем общедомовом университете. Так вот, скорее всего, и очень многие эксперты отмечают лоббистский характер этого законопроекта. Кому-то показалось, что плата, которая взимается сегодня за аренду общего имущества с провайдеров, наверное, очень велика и дорожает каждая копейка, и не хотят платить вообще ничего. По этому поводу представители Совета многоквартирных домов направили отзыв на этот закон о праве Государственной Думы, направили его Володину, Разворотневой, направили Хейнштейна, направили к представителю комитета строительства и ЖКХ Госдумы. То есть в четыре адреса мы направили этот самый отзыв, в который написали, что мы категорически не согласны с такими мнениями жилищный кодекс, что не нарушает права собственников, и что после того, когда закон вступит в силу, если он вступит в силу в таком же самом виде, то бардака в наших многоквартирных домах станет намного больше. Я не буду сейчас говорить о всех пунктах и перечислять их одним за другим, то, что было написано в этом самом отзыве, Но это если просто коротко говорить. То есть человек, этот законопроект предлагает просто пустить для добычи денег чужое имущество, то есть наше имущество, при этом он получит право вести себя как слон посудной ватки, и при этом ни одной копейки, предполагается, он не будет платить за этот ущерб, который носит нашему общему имуществу. Вот по этим двум вопросам мы и решили собраться. 20 июля мы пригласили самых крупных операторов для того, чтобы поговорить. Были представители, были за мной руководители, был руководитель одного из операторов. То есть, в принципе, представительство операторов было достаточно хорошим, и мы просто смогли спокойно объяснить, почему у нас такая ситуация сложилась. И вот после того, когда мы обсудили практически все наши, наверное, вопросы, мы изложили наше предложение в заключительном протоколе, который направили, во-первых, управляющие компании, поскольку они являются подсветниками в наших отношениях между провайдерами, и направили им самим провайдерам для того, чтобы было на бумаге и не было никаких револьных толкований того, чего мы рекомендуем или за что мы радуем. Сейчас мы по каким законам живем? Какие у нас взаимоотношения до принятия законопроекта должны складываться с провайдерами? В таких ситуациях очень часто говорят, если не знаешь, как поступить, поступай по закону. И здесь мы во время подготовки нашей встречи столкнулись с тем, что хорошо, когда ты исполняешь правила игры, и хорошо, когда эти правила игры существуют. В нашей же ситуации, насколько мы поняли, у нас единых правилых револьных для провайдеров нет. В некоторых регионах нам удалось найти два документа, это Москва и Крым. Есть документы, которые называются либо рекомендации, либо технические условия по размещению оборудования и кабельной сети провайдеров много квартирных домах. Они так, эти документы, и разрабатывались именно для определения отношений, для выстраивания отношений, задания правил игры для провайдеров, управляющих компаний и для собственников, то есть владельцев этого самого имущества. И вот там, в этих документах, расписано, что, как и почему. Там написаны вещи технические, каким образом эти сети вводятся в дом, каким образом они располагаются на общем имуществе, как эти кабели должны быть упакованы вдоль стен, на какой высоте, с какими перемычками, что они должны быть промаркированы в том числе. А у нас, собственно говоря, если вы зайдете на квартирный дом, вы не определите, а кабель Билайновский, МТСовский, либо еще чей-то. Да, они все на одно лицо, и поэтому понять, кто у тебя хулиганит на квартирном доме, очень часто нельзя. В течение некоторых провайдеров, которые на своей трубостойке наклеивают такие аккуратненькие листочки, где написано, что это имущество такого-такого-то провайдера. Так вот, повторяю, только в двух регионах нам удалось найти такие требования, такие технические условия, в других же регионах, насколько я понимаю, этого нет. Это проблема не только в нашей Ульяновской области. Если бы были требования, в которых были бы прописаны все технические моменты, то понятно бы, что все провайдеры играли бы по одним правилам, и никуда бы они тогда не делись. Но вот на нашем совещании мы выяснили у наших коллег-операторов связи, что у них технические условия у каждых разные. Словно говоря, заходит провайдер номер один, у него одни условия по размещению оборудования, у другого другие, и причем ни первые, ни вторые нам неизвестны. И договоры между управляющими компаниями и провайдерами заключались, насколько я могу сейчас судить об этом, просто по собственному представлению управляющих организаций и провайдеров, как это должно быть. Регулирующих документов, повторяю, не на уровне федеральном, не на уровне нашего субъекта, нет. Есть только такие регулирующие документы на уровне некоторых субъектов, я вам перейти в два региона, документы, которых мы нашли. И вот именно поэтому возникает не то, чтобы разночтение, да, такое вольное поведение, хочу так, хочу так. И найти управу на оператора связи, даже управляющие компании, все могут. Потому что, сами понимаете, возникает следующая ситуация, то есть если человек пользуется интернетом, у него вдруг считает интернет, потому что это стало следствием того, что управляющая компания наводит порядок с имуществом, она по провайдеру, да. И тут возникает такая задачка, кто же виноват во всей этой истории. Поэтому, поскольку нет этих самых условий, мы на заседании президента решили посмотреть еще раз внимательно по практику региональную. И в случае, если мы не находим каких-то отсылок для того, чтобы все провайдеры Ульянской области начали играть по одним правилам, мы тогда предпринимаем попытку разработки таких технических условий либо методических рекомендаций для нашего региона. Задача не очень простая, я бы сказал, сложная, но тем не менее она возможна. И поэтому сегодня есть дома, их у единицы, где представители Советов Народных Домов вместе с прожащими компаниями навели порядок с теми джунглями, в которых живут другие дома, живут другие подъезды. Повторяю, это единицы. Это у некоторых, оставших по домам занимает месяцы, у некоторых занимает это 2-3 года для того, чтобы навести порядок у себя в подъезде. Вот такая вот история. И поэтому понятно, что настойчивость, она, конечно, все перелопатит, но зачем на это тратить столько времени и сил? А встает вопрос, если бы все это можно было сделать по закону, по каким-то условиям, которые были бы едины для всех. Вот таких условиях мы существуем сегодня. Уточните, тот протокол, который был принят на последнем заседании Совета собственников квартирных домов, его можно принимать? И должны управляющие компании брать за основу? Сказать, что они обязаны это сделать, это означает, что, ну, просто как-то себя утешит. Да, конечно же, нет. Потому что Координационный совет – это орган, который создан при правительстве, который создан для того, чтобы вырабатывать какие-то рекомендации, заниматься следованием ситуаций и давать рекомендации собственников к тому, каким образом они думают, как они себя представляют, можно ситуацию исправить. То есть сказать, что то, что мы приняли, это является обязанностью правильных компаний либо провайдеров, так нельзя. Потому что в наших отношениях нет каких-то регулирующих обязательств, как это, допустим, сдается в жилищный кодекс, где есть права собственника, где есть обязанности права управляющих организаций, ресурсов набжающих организаций. Это все прописано, и эти вопросы регулируются на уровне федерального. У нас же нет. Пока это добрая воля. Но вы задали правильный вопрос, то есть пока у нас есть все старые права, как мы в них живем, что будет, если будут новые? Новые, если будут, повторяю еще раз, тогда вообще никакой правы на провайдеров не будет, просто не будет. И я еще хочу уточнить немного. Дело в том, что первая попытка создания вот таких тепличных условий для операторов связи была принята еще в 2016 году. То, что происходит сейчас, это не впервые. Здесь уже 7 лет назад кто-то пытался это сделать, но не прошло. Повторяю это еще раз, вторая попытка. Я не буду говорить о нюансах и сопутствующих каких-то событиях по поводу этого законопроекта. Дело в том, что как только он появился, он сразу же прилег к себе внимание председателя Совета, собственников, и многие регионы высказали свое негативное отношение к этому законопроекту. И в комитете Госдумовском, в нашем профильном комитете, есть хорошее поправство в этот законопроект, который, собственно говоря, устраняет первые и самые главные цели лоббистов операционной связи, которые такой законопроект сделали. Но, по крайней мере, он хотя бы направлен на то, чтобы не лишать возможности распоряжаться общим имуществом у собственников. Потому что этот законопроект нарушает, я считаю, не только букву, но и дух закона. Если это мое, то с какой стати кто-то может на мое зайти и творить все, что хочет. Причем при этом, параллельно, извлекая из этого прибыль. Понимаете, то есть есть вещи просто очевидные, и люди, которые... Это короткий законопроект, повторяю еще раз. Люди просто, прочитав все, понимают, что кто-то решил наплевать на их собственность. Вы слушали Геннадия Антонцева, председателя Президиума областного корреляционного совета собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области. Он рассказал о протестной реакции собственников на новый законопроект, который регулирует взаимоотношения собственников и провайдеров связи. В том-то и дело, что регулируют как-то однобоко в пользу провайдеров. Все возможное Совет собственников МКД уже сделал. Главное, четко определил свою позицию. Законопроект в такой редакции, когда права собственников ущемляются, не должен стать законом. У микрофона Наталья Якузина я продолжаю вечернюю передачу. А теперь порадуемся за наших земляков. Их много. Все они работают в сфере некоммерческих организаций. И все стали победителями федеральных конкурсов фонда президентских грантов и фонда креативных индустрий. Теперь представлю своих собеседников. Это Аида Додонова, Владимир Анисимов и Лидия Романова. Владимир и Лидия стали победителями второй заявочной кампании двух федеральных фондов. Они обязательно расскажут о своих проектах-победителях. Знаете, какую сумму выиграл проект Владимир Анисимова? 12 миллионов рублей. Аида Додонова, руководитель Центра поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области, назовет и другие суммы, и количество ульяновских заявок, которые победили в конкурсах и получили достойное федеральное и региональное финансирование на реализацию своих проектов. Два основных федеральных фонда, которые проводят основные грантовые конкурсы дважды в год, это фонд президентских грантов и президентский фонд культурных инициатив. Вот сейчас уже стартовала первая заявочная кампания по приему заявок фонда культурных инициатив. Принимаются заявки, реализация которых будет осуществляться уже в следующем, в 2024 году. А если говорить про итоги этого года, то во второй заявочной кампании фонда президентских грантов от Ульяновской области подавалось 228 заявок от 200 некоммерческих организаций, потому что по положению одна организация может подавать и несколько заявок в том числе, то есть 2 и 3 на разные направления, разные проекты. И по итогам из этих 228 заявок было поддержано 20, то есть это вот где-то 10% получается. Да, у нас такая статистика получается, что одна из 10 заявок побеждает. А как вы оцениваете такой результат? Ну, достаточно высокий результат, то есть неплохой результат по нашему Приложскому федеральному округу. То есть мы где-то находимся на восьмом месте по количеству поданных заявок, по количеству поддержанных заявок, да, из 14 регионов ПФУ, где-то вот в середине мы, по качеству заявок, потому что качество – это как раз те заявки, которые были поддержаны. Что касается фонда культурных инициатив, вы говорите, первая заявочная кампания, и она вот сейчас объявлена. А что касается фонда президентских грантов, тоже вторая заявочная кампания. То есть получается два конкурса в год, да, фонд президентских грантов объявляет? Фонд президентских грантов проводит два конкурса, и фонд культурных инициатив проводит тоже два основных конкурса. Кроме этих основных, у них еще и бывают специальные конкурсы, когда они проводят отдельные номинации. А вот эти вот основные конкурсы у них всегда одни и те же направления, одни и те же категории ценовые, и одни и те же условия по участию для некоммерческих организаций. И вот эти 20 некоммерческих организаций у нас получили на реализацию своих проектов почти 30 миллионов рублей. Это только вот итогом второго получается конкурса. Причем 11 проектов были поданы некоммерческими организациями из муниципальных образований. То есть это не только город подает и участвует и побеждает, что отрадно, потому что мы понимаем, что там возможностей каких-то гораздо меньше у жителей для реализации своих идей и проектов. Меньше ресурсов каких-то. Благодаря вот таким конкурсам эти ресурсы появляются, и свои идеи они могут на местах реализовать. Инициативных людей много, а вот возможностей материальных меньше, да? Безусловно, да. Но здесь еще что важно, чтобы эти идеи, они были интересны не только самим инициативным гражданам, а всем жителям. Потому что в любом случае любой проект, он реализуется для кого? Да, он же для жителей, для благополучателей, для какой-то определенной целевой группы, для какого-то сообщества, для людей. То есть не для самой некоммерческой организации, а для сообщества, проблем у которых этот проект решает. И вот могу сказать по статистике, что в эту заявочную кампанию у нас самая большая сумма гранта, которую получил как раз вот Анисин Владимирович Николаевич, который здесь присутствует, их организация, это 12 миллионов с лишним они получили на реализацию своего проекта. Междурегиональный книжный центр. Это вот если говорить о том, какими суммами оперируют некоммерческие организации, которые принимают участие. А самая маленькая сумма была 254 тысячи. Это тоже из муниципального образования, из Кузоватого. ТОС «Северная мечта» получила вот поддержку на свой проект. Каждый оперирует теми запросами, которые у них есть. Если, например, Владимир Николаевич тоже начинал с небольшой суммы какой-то, реализуя первые свои заявки, тоже они брали сначала небольшую территорию. Только города Ульяновска, один район. То есть сейчас они расширились и работают уже вот на два региона, на Ульянскую, на Самарскую область. И уже вот оперируют такими суммами большими, 12 с лишним миллионов. А что касается регионального конкурса в поддержку НКО? У нас есть и региональный конкурс. Он проходит один раз в год. В этом году заявки принимались с апреля по май. И на конкурс поступило 119 заявок. Из них 24 по техническим причинам отклонили. То есть экспертизу, когда провели, были несоответствия по запрашиваемым документам. И осталось из них 95 заявок. И на реализацию проектов победителей 29 организаций было поддержано из 95. Они получили почти 20 миллионов рублей. Второй федеральный конкурс – это фонд культурных инициатив. Здесь у нас чуть меньше участников, потому что фонд более новый, чем фонд президентских грантов. Он создан в 2021 году. И отличается тем, что фонд поддерживает проекты в сфере креативных индустрий. Понимаем, что не каждая организация некоммерческая работает в этой сфере. Поэтому заявок у нас чуть меньше там, чем у фонда президентских грантов. Было подано 117 заявок. Но отличие там в том, что там могут принимать участие и учреждения, и институтальные предприниматели, и общество с ограниченной ответственностью. То есть они расширили пул участников, тем самым давая им возможность тоже реализовать свои какие-то интересные идеи в области искусства, культуры. Поддержано было по итогам 16 проектов. 13 из них от НКО, от некоммерческих организаций. И получили эти 13 проектов 33 с лишним миллиона на реализацию своих идей. Это наши ульяновские? Наши ульяновские, да. То есть если мы сложим 29 миллионов, которые получили в рамках второго конкурса ФПГ, и 33 миллиона с лишним, которые получили в КФТ, то есть получается вот такая достаточно хорошая сумма для некоммерческого сектора на реализацию тех идей, которые у них были, которые они смогли воплотить в заявки, и в итоге получить на них поддержку. Будут реализовывать свои проекты. Вот как раз мы пригласили сюда победителей этих конкурсов. Владимир Николаевич, расскажите немного о себе. Давно ли вы работаете в этой сфере НКО? о чем вы занимаетесь, и вот про ваш проект «Победитель». Мы от всей души поздравляем вас с такой большой суммой, которую вы выиграли. Очень любопытно узнать, на что вы потратите эти 12 миллионов. Мы организовались 7 лет назад, и ее организовала команда из замышленников книголюбов. Когда мы увидели, что книги стали подать мусорку и эвакулатуру, нам очень стало отвольно на это вещи смотреть, и мы обратились к руководителям города и области. Нам выделили помещение, и мы вот своими силами уже организовали стеллажи и стали собирать книги от населения. А потом в процессе работы поняли, что ресурсов своих не хватает, и очень сложно там за 10-20 километров, которые люди хотят нам подарить. Родилась идея приблизить сбор книг к местам жительства людей. И поэтому мы первый президентский грант написали, взяли как первый этап за Сверхский район, установили боксы уличные для сбора книг около супермаркетов. То есть люди ходят каждый день покушать, и попутно наши боксы кладут сколько-то книг. Вот идея эта показалась в эффективность, и потом мы стали просто его, так сказать, масштабировать. Потом на город, на область. А в этом году и уже на регионы России пошли дальше. Много книг, Владимир Николаевич, за это время вам люди принесли? За это время принесли сотни тысяч книг, и из них мы больше 100 тысяч книг отвезли в сельские библиотеки. То есть мы ежегодно от 40 до 60 тысяч книг отвозим в сельские библиотеки по их заявкам. То есть это не только книги для нашей библиотеки, где, кстати, люди могут читать, так же, как в муниципальной библиотеке их брать, могут менять у нас обменный фонд огромный, 30 тысяч книг. Можно и купить большинство книг, потому что у нас очень много дублетных азербляров. Мы все потребности закрываем, все заявки в сельские библиотеки, и остаются еще даже. Сумма символически 40-50 рублей книга. Покупают? Покупают, и покупают, и читают, и меняются, приезжают со всего города. А теперь про ваш проект «Победитель» уже этого года. Мы сейчас одновременно реализуем два проекта. Первый проект мы победили в прошлом году, который тоже трассировался на этот год. Это базовая вещь, которой мы сейчас занимаемся. Проект называется «Подарим книги Донбассу». Мы написали проект межрегионального уровня. Речь идет о том, что о сборе книг и Самарской области, города Самара, и здесь. Здесь-то мы установили за пять лет десятки боксов в городе, и уже покрыли потребность практически. И вот в этом проекте нам 80 боксов финансирования. Около пяти миллионов только из этих, что была цифра. Они вот на эти боксы, которые мы отвезли в Самару, установили их. Соответственно, там площади арендовали, сотрудников приняли на работу. И ведется работа по сбору книг в Самаре. И осенью мы должны отправить две еврофуры книг. Это 40 тысяч книг, 20 тонн. Это одна еврофура в Луганскую республиканскую библиотеку, одна еврофура в Донецкую республиканскую библиотеку. А, соответственно, оттуда уже книги будут распространяться между районными сельскими библиотеками этих республик. А как луганщане относятся к вашей инициативе? Они очень рады были. Когда эта идея родилась, мы созвонились с Луганском, с Донецком. Сказали, что есть такая идея, как они относятся. Они очень обрадовались этой инициативе. Они дали нам заявки на книги, каких нужно там по истории, сколько детских, сколько женских романов. У нас есть заявки оттуда. И поэтому мы в проект же, естественно, их приложили. Потому что один из основных моментов, что проект получил финансирование, в результате реализации максимальное количество было выгодоприобретателей. Потому что десятки тысяч людей в результате теми книгами, которые подарят ульяновцы, самарцы, они в новых регионах наших соотечественников падут. В пользу момента я обращаюсь к слушателям, кто решит подарить книги для Донбасса. Есть возможность такая в книгу положить послание, пожелание с нашим соотечественником. Потому что у нас такие опыты уже есть. Люди пишут и просто конверты, и просто листочек вкладываете и пишут. Это очень здорово и приятно людям, которые это получат. Второй проект – это межрегиональный книжный центр. Суть его, она как бы такая же. Только получатели книг – это сельские библиотеки. И кроме ульяновских районов, это Самарская область. То есть по заявкам с районных библиотек и ульяновской области, и Самарской, мы должны свыше 100 тысяч книг, то есть 80 тысяч мы по одному проекту должны отправить на Донбасс, а больше 100 тысяч книг мы должны отправить в Самарские и Ульяновские сельские библиотеки. Владимир Николаевич, несколько слов о себе. Где вы работаете? Или просто вот такой книгоман? Наверняка в советские годы, как для многих, для нас, вы точно так же, как мы говорили, гонялись за книгами, за любой книжкой, за подписными изданиями. Тогда всё это было на вес золота. Какое счастье было получить талончик на какую-то подписку. Или русского писателя, или зарубежного писателя. Как к вам пришла идея писать проект, принимать участие в НКО? Как вы поверили в то, что вы выиграете, получите поддержку? О себе вы правы. Я книголюб со стажем, и своя личная библиотека ещё формировалась в прошлые веки, в советское время. И книги, да, были большим дефицитом, и мы занимали очередь книголюбы. Когда нам информация приходила, что завтра будет завоз книжный магазин, мы приходили на рассвете в 4 утра, занимали очередь, зная, что будет завоз книг. И вот ждали, пока их выложат в зал, и потом нас запускали. И вот мы были рады там что-то там, какие-то интересные книги приобрести. Я по образованию инженер-строитель, работал на стройке. Потом я занимался предпринимательством, в бизнесе был. Ну, сейчас уже активного бизнеса не занимаюсь. Ну, есть время, энергия, и поэтому я занимаюсь любимым делом, то, что мне нравится. Как вы поверили в то, что конкурсы НКО можно сесть, написать и выиграть? Мне сразу сказка сказывается. Два раза мы писали проекты, и их не выигрывали. После этого, но потом стали работать над ошибками, что называется, думать. Мы запрашивали, как мы поняли, большие суммы. Для организации, которая только-только образовалась, там просить полтора-два миллиона, в общем-то, оказалось это не очень правильно. Хотя мы считали, что даже этого мало. Первый грант, который мы выиграли, был областной, 300 тысяч. Это на издание книги «Этнография» Ульяновского, Симбирского края. Мы книгу издали. А потом уже президентский фонд начали с суммой 500 тысяч. В 2019 году первое, получается, уже 4 года назад лишние, вот 500 тысяч мы на боксы по Свярскому району нам хватило. А потом уже на весь город, потом на область, а теперь уже на межрегионы. Они поработали над ошибками, пришли к нам в Центр развития НКО и сказали, посмотрите, почему нас не поддержали, что не так, что сделать надо. Мы сидели над заявками, потом поняли, что действительно слишком большие суммы запрашиваются для недавно созданной организации. Предложили им не делать сразу проект на весь город Ульяновск, сделать такой небольшой проект на один район Ульяновска, закупить эти боксы, потому что на них, естественно, нужны были основные средства в проекте. Они очень дорогие. И отработав этот проект на одном районе города Ульяновска, сделав потом работу над ошибками, поняли, что было так, что не так, где эффективно работали боксы, где неэффективно по сбору книг. Они уже поработали и уже со следующим проектом пришли, решили это тиражировать на город. Потом следующий проект уже город Ульяновска, город Димитровград. А потом уже, соответственно, и на области. Шаг за шагом. Да, потихонечку увеличивая. Во-первых, увеличивая свои ресурсы за счет того, что они приобретали в рамках тех проектов. Это же все работает до сих пор. Все ресурсы, которые они приобрели за счет грантовых средств. И увеличивая территорию действия своей организации. Сначала район города, потом целиком город, потом соседние. И опыт. Потом они делали работу над ошибками. Говорили, так, вот нам такие боксы не нужны. Нам нужны другие боксы, потому что мы понимаем, что эти более антивандальные. В них не выпадает вода. Владимир Николаевич, ты один из постоянных представителей на кого-то, кто все время консультируется по каким-то этим спорным вопросам. Как правильно обосновать? Вот почему вы спросили про то, как отнеслись жители Донбасса к тому, что они привезут им книги. Они, когда пишут проект, они для доказательности обязаны предоставить обоснование, что там эти книги будут востребованы, что эти жители их там будут ждать. То есть они прикладывают статистические данные, приводят факты, что они там проводили опрос, что жители ждут, какую литературу они ждут по направлениям. Тогда это для эксперта становится убедительным, что действительно этот проект будет востребован, и средства на это дадут. Владимир Николаевич, вы даже не представляете, как открылся маленький секрет. Вот сейчас слушая про эти боксы, куда можно книги положить, когда люди по разным причинам избавляются от них. Один из боксов стоит на остановке телецентр. Помнится, мне нужно было ехать в дальний путь, думаю, возьму-ка я сейчас книжку себе в дорогу. Подошла к этому боксу, со всех сторон его обошла. Думаю, а где, куда тут руку запустить, чтобы хоть первую попавшуюся книгу взять, почитать. Я ведь думала, что именно такое назначение у этих боксов. И поняла, что оказывается, в этот бокс можно только положить, а взять уже никак невозможно. Вот, теперь вот тайна открылась. Я сейчас расскажу, что происходит с этими книгами. Назначение этих боксов. То есть, с этих боксов мы следим, как боксы заполняются, если там больше половины. То есть, наши сотрудники приезжают, забирают, привозят в библиотеку. И тщательно сортируется каждая книга. Берется в руки. Состояние. Потому что, чтобы дарить дальше книге, она должна быть хорошего качества. И внутреннего содержания, и внешнего. И вот уже после этого мы уже сортируем. Что-то в свой фонд оставляем. Что-то в сельские библиотеки. Что-то на Донбасс. То есть, по заявкам, соответственно, все книги. То есть, максимально стараемся сохранить. Лидия Валерьевна, вы к нам приехали из Цельнинского района. Это то, о чём так убедительно говорила Аида Аркадьевна. Какое счастье, как отрадно, когда муниципалитеты выигрывают, поскольку у них там всё-таки ресурсов меньше. Возможности у местной власти облагодарить инициативных людей меньше. Расскажите нам тоже очень любопытно узнать про вас. Вы в Тосе Вишнёвой. Какое название красивое. Как вы на это решились. Подробнее расскажите о своём проекте, который выиграл. Нам покорился фонд президентских гарантов с пятого раза. Но, тем не менее, в президентском фонде культурных инициатив мы победили с первого раза. И, откровенно признаюсь, это один из самых любимых моих фондов. Очень его люблю. Именно за нестандартность подачи информации и за тёплое отношение и к грантополучателям. Нас поддержали два года назад. Областное правительство выделили нам грант на наш проект технологической лаборатории «Прорыв». Тогда было закуплено оборудование. Это робототехнические наборы, беспилотники для детей, проживающих в селе Большой Нагаткиной и обучающихся в центре «Точка роста». Мы закупили оборудование, оно нас не простаивало. Два года мы на нём успешно занимались. К нам пришли дети. Это шестой класс. Они стали заниматься, помимо этих обозначенных дисциплин, ещё и Ардуино, то есть программированием. Но дети растут, усложняется программа. Мы смотрим, что как-то уже глаз не горит. Думаем, нужно, наверное, развиваться, узнавать что-то новое. Стали спрашивать, что интересно. Дети стали говорить о том, что им интересны беспилотники. И на это были запрошены деньги нашего проекта «Цифровое небо», которое является продолжением проекта технологической лаборатории «Смена прорыв». Именно вот с ним и вы победители, да? Да, с ним и победители. В этом году, более того, мы уже принимали участие в первых областных соревнованиях, которые проходили по управлению беспилотниками. Там мы, конечно, не победили, потому что мы там соревновались с школами, специализирующимися на данном виде. Очень сильные были соперники. Но мы такой для себя цели победить не ставили, потому что это первый раз мы участвовали. Мы приехали посмотреть. Но детям понравилось. Получили они такой для себя запал для того, чтобы в дальнейшем продолжать участвовать в такого рода соревнованиях. И мы решили, что мы ещё приедем и покажем Ульянской области, кто как управляет и чем. Назовите сумму, которую вы в итоге выиграли, и что на эту сумму будет приобретено. 979 200 рублей. Но большая часть этой суммы будет направлена на покупку оборудования, опять-таки. Это беспилотники, это планшеты, это расширение базы лего роботов, потому что это направление мы тоже не оставляем. Оно пользуется большой популярностью. Единственное, что мы хотим его обновить в плане возраста. Мы хотим, чтобы детки помладше занимались этой дисциплиной. Лидия Валерьевна, вот я слушаю и немножечко удивляюсь в городе, потому что, я так поняла, ситуация попроще. Открытая, если точка роста, так она полностью упакована современным оборудованием. Если Центр детского творчества, там педагоги пишут какие-то проекты интересные. А вы вдруг сельская местность и ТОС. Вот каким образом? Почему ТОС этим занимается? Я бы не удивилась, если бы вы были педагогом дополнительного образования или учителем по информатике в местной сельской школе. Каким образом ТОС-то оказался впереди планеты всей? ТОС у нас замечательный, но вопрос этот задаете не только вы. И, наверное, для себя тоже я приняла такое решение, что не совсем типичная история для территориального общественного самоуправления. И именно поэтому сегодня я получила для себя уведомление о том, что я подала документы и открыла собственное ОНО. Собственно говоря, и оно называется ОНО «Прорыв». В честь того проекта, который послужил толчком для развития. Здорово. Образовательные услуги. Практически. И культура, и искусство. Ну и горизонт расширяется. Ну на самом деле, да, ТОС необычный. Один из немногих, кто занимался реализацией образовательных проектов. Очень мало таких. Обычно ТОСы занимаются там, ну в основном… Благоустройство. Да, там либо какие-то аллеи славы они восстанавливают, там родники в порядок приводят. Еще какие-то тоже проекты, связанные в том числе и с благоустройством, да, потому что данные фонды, они, конечно, чисто благоустроительные проекты не поддерживают. А вот у Лидии Валерьевны, да, у них вот образовательная такая составляющая. Опять же, они это делали, исходя из потребностей территории, из потребностей детей, что вот не хватало оборудования. Детям летом нечем было заняться. Давайте придумаем вот такой проект. Докупим оборудование в точку роста. Оно там есть, да, но детей много, оборудования не хватает всем для того, чтобы они все могли заниматься. Плюс летом тоже их нужно чем-то занять, каким-то дополнительным досугом, особенно если это касается образования. Почему нет? Дети заняты, родители спокойны, что дети все в пределе. Вот плюсы и точки роста тоже хорошо. У них появилось дополнительное оборудование, которое они используют и в течение учебного года, когда, собственно, образовательный процесс идет. Аида Аркадьевна, слушают радиослушатели нас и тоже, знаете, кипят какими-то идеями. А куда пойти? А кому обратиться за помощью? К вам в каком случае можно обращаться за помощью в ваш центр поддержки НКО Ульяновской области? В наш центр можно обращаться, если вы являетесь юридическим лицом либо некоммерческой организации, либо вы представляете какое-то учреждение. Мы тоже им консультации оказываем, если они готовят заявки. Если у них есть идеи, но они не знают, как ее трансформировать в заявку, потому что бывает такое, что да, есть идея, как ее написать, как ее оформить, у людей возникает масса вопросов. Можно обращаться, если с первого раза, со второго раза, с третьего раза не получилось получить поддержку, для того, чтобы мы вместе сели, проанализировали, почему заявка поддержку не получила, что в ней нужно дополнить, убрать. То есть как ее трансформировать так, чтобы подать ее заново и увеличить шансы на победу. Потому что мы понимаем, что да, стопроцентную гарантию мы, конечно, не дадим, потому что это конкурс. И мы понимаем, что количество подаваемых заявок увеличивается с каждым разом, качество заявок тоже увеличивается, конкуренция, соответственно, вырастает. Поэтому призываем всех не стесняться и обращаться, пользоваться нашими услугами. Услуги наши бесплатные. Можно в любой удобной форме эту консультацию для себя получить. То есть это либо по телефону, либо по электронной почте, либо лично прийти к нам. Мы для всех открыты, для всех, кто хочет свою идею воплотить в жизнь, получив на нее ресурсы. Рассудите, а где вы? Вконтакте, в Телеграме нас можно найти. Группа называется Центр развития НКО Ульяновской области. В Телеграм-канале мы есть, и Вконтакте мы есть. А также у нас основная страница, на которой можно найти все наши данные. Это страница на сайте Общественной палаты Ульяновской области. Там прямо на главной странице есть наш баннер Центр развития НКО. И там всю основную информацию про нас можно найти. Обратиться за консультацией мы для всех открыты. Вы слушали Лидию Романову, Владимира Анисимова и Аиду Додонову. Аида Додонова, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций при Общественной палате Ульяновской области, всем напоминает, что Центр всегда готов показать помощь Ульяновским НКО. Вечернюю программу для вас подготовила Наталья Юкозина. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова